ну что ж доброго времени суток друзья приветствую всех на канале erzone game сегодня мы с вами зайдем и посмотрим на один пока еще закрытый проект потому что находится в стадии разработки разберем кое-что ну и посмотрим в каком направлении решили двигаться разработчики данного проекта ну а называется этот проект gt drive роли play расположены конечно же на базе платформы рейдж мультиплеер ну и не откладывая в долгий ящик минуя всяческие меню кастомизации просто идем на проект и смотрим что же он из себя представляет разберем как говорится по косточкам его хотя бы направление ну а направление которое выбрали разработчики данного проекта является автомобильно спортивное направление все что связано с автоспортом со скоростью с гонками с дрифтом с тюнингом все разработчики этого сервера решили здесь воплотить ну и наверное я тоже также должен сказать что нет данный проект не будет однобоким именно вот завязанный на автомобилях здесь точно также будет и работа в скорой помощи и полиция и фбр и армия здесь будет все что должно быть на роли play проекте просто тематика будет направлена вот именно на тюнинг на скорости на соревновательность но это вот мы сейчас и посмотрим я не буду сейчас затрагивать тему крафта тему фарма заработка экономики нет мы посмотрим на то куда стремится этот проект а то есть именно на автомобильную тематику салоны автомобили тюнинг и тому подобное ну и начнем наверное вот с этого вот магазинчика вы его узнаете на многих проектах вы могли видеть это здание здесь по разным причинам располагаются то бюджетные классы то дорогие классы без разницы факт том что нигде это здание не задействовано но на этом проекте вы сейчас это можете увидеть это здание теперь имеет свой интерьер ну и выглядит этот интерьер вот таким вот образом и даже снаружи заметно что у этого здания появился не только интерьер первого этажа но даже задействован второй мансардный этаж там расположился офис данного автосалона ну и давайте посмотрим как это выглядит внутри а внутри это выглядит вот таким вот образом и надо сказать что данный автосалон уникальный и я не по крайней мере не встречал ни на одном другом проекте чтобы вообще это здание кто-нибудь делал да ну а вот такого я не видел вообще принципе не на одном проекте поэтому можно сказать что это этот интерьер уникальный принадлежит именно этому проекту ну и да можно обратить внимание что некоторые машинки еще висят в воздухе но проект закрыт он еще не играбельный он еще стадии настройки доработки поэтому на это внимание обращать не будем ну а остальное в общем то вы видите ну и перейдем тогда сразу же к машинам да какие машинки ну и как это вообще оформлено ну и выглядит это вот так вот как вы сейчас видите в общем-то машинок достаточно много на экономику пока смотреть не будем экономика тоже не настраивалась и за неё разработчики не брались. Поэтому на цены смотреть не будем. Смотрим просто на интерфейс самого магазина, как это выполнено, ну и какие есть модели. Модели, надо сказать, уже больше 140 штук завезено на данный сервер. Разработчики не будут останавливаться на этом и еще будут пополнять и пополнять запасы моделей. Ну, мы к моделям вернемся чуть позже, а сейчас хотелось бы просто поговорить о магазине. Во-первых, есть анимация покрасок, да, то есть когда вы наводите на иконку, она делает какое-то движение. Тоже прикольно. Да, мелочь, но прикольно. Есть характеристики основные, так как проект берет свое направление именно на автоспорт, поэтому здесь выделены основные характеристики. Разгон, скорость, в общем-то, все, что нужно знать о той машине, которую вы приобретаете. Но вы можете заметить, что есть и емкость багажника. Это уже отсыл к тому, какие работы будут на этом проекте. Каким образом вы будете зарабатывать на эти вот машинки. Ну, а что говорить про машинку? Машинки есть интересные. Действительно интересные, вы сейчас это можете заметить. По крайней мере, я таких моделей не видел ни на одном проекте. Да, я не могу заходить на проект и перековыривать все модели, которые там есть. Может быть, они есть где-то, но вот и меня, например, удивили вот эти вот машинки, которые представлены на этом проекте. Да, здесь есть и свои, именно свои уникальные модели, которые принадлежат именно этому проекту. Какие именно, я не знаю. Действительно, это можно голову свернуть, чтобы разбираться во всех моделях какие-то есть похожие модели друг на друга но мне понравились вот эти вот и в общем то выбор здесь очень большой действительно большой выбор и надо еще отметить то что пока вы смотрите вот эти вот машинки до разработчики хотят узнать у игроков а нужно ли добавлять отечественный транспорта российский транспорт проект намечен на американскую тематику но понятное дело что играть то будут русскоязычные игроки поэтому разработчикам хотелось бы узнать вот если смысл добавлять отечественный транспорт или все-таки остаться в таком вот сегменте американского и европейского транспорта так что вы можете зайти в группу вконтакте и тоже поучаствовать вот в голосовании или выразить свое мнение хотели бы вы увидеть например отечественный транспорт или вы не считаете ненужным добавление российского автотранспорта и все остаться оставить так вот как она сейчас есть в американской европейском сегменте ну а мы с вами возвращаемся обратно к обзору автомобилей и автосалонов вообще это спортивно-автомобильной тематики но и я должен упомянуть что в каждом из автосалонов которые представлены на проекте есть возможность брать автомобиль для тестирования то есть можно взять и заказать тест-драйв но это не самое интересное самое интересное на мой взгляд это то что разработчики ввели дрифтовую систему выглядит это вот таким вот образом как вы сейчас видите я взял машинку на тест-драйв и на ней начал дрифтовать дрифт есть функциональный я бы его так наверное назвал то есть если вы не хотите его мне нравится дрифтовать на автомобиле вы просто этого не делайте но если вы хотите подрифтовать поприкалываться погонять поучаствовать в гонках в дрифтовых вы просто зажимаете кнопку shift при зажатой кнопки shift автомобиль становится дрифтовым без этого естественно вы ездите как обычный автомобиль данную функцию надо будет ставить в авто ателье в тюнинг ателье здесь будет и тюнинговое ателье и чип тюнинг здесь будет очень много всего связано именно с автомобильными наворотами так вот и вы любой автомобиль можете сделать дрифтовым но я опять же повторюсь не хотите дрифтовать не зажимаете shift зажимаете shift и у вас дрифтовая тачка которую вы должны будете прокачать также в дальнейшем разработчики введут в интерфейс меню счетчик дрифтовых очков и опять же если вас это не интересует вы просто в настройках это меню отключаете но если вы хотите поучаствовать в суточном соревновании у кого больше дрифтовых очков включаете и дрифтуете все на ваше усмотрение хотите дрифтуете не хотите но никто вас и не заставляет любите спокойную расслабленную вальяжную езду ну так просто не ставьте эту функцию на свой автомобиль и продолжайте ездить спокойно ну а мы переходим к следующим автосалонам на этом проекте до автосалонов здесь будет много и одна из фишек и вообще хорошей идеей это у всех автомобильных салонов будут свои интерьеры да какие-то уникальные какие-то мы уже встречали и на других проектах тем не менее такого чтобы стоял маркер возле здания здесь нету у любого автосалона есть свой интерьер есть и уникальные как я уже показывал да есть и обычные я бы так сказал стоковые и простой стандартный есть и вот такие вот которые я вам сейчас показываю показываю есть премиум класс есть и и естественно начальный транспорт который я тоже вам сейчас показываю как я уже и говорил на цены пока не смотрим потому что экономики на проекте пока еще нету то есть она есть но она еще не настроена не до этого пока еще разработчикам поэтому цены просто они есть и это хорошо вот ну а транспорт который я вам сейчас показываю в общем то и в элитном магазине и в стоковом магазине до начальный такой транспорт вообще у разработчиков нету цели заряжать какие-то заоблачные цены на стоковый транспорт то есть для того чтобы вы приобрели себе какой-то автомобильчик долго заниматься какой-то каким-то формам вам не надо будет но естественно чтобы подняться и купить что-то очень очень хорошее дорогое тут уже конечно придется приложить какие-то усилия ну а то как выглядят автосалоны да какие есть машинки вы сейчас в общем то видите показываю достаточно быстро потому что ну уникальный я показал на нем и заострили внимание ну а то что я вам сейчас показываю это в общем-то обыденные такие вот автосалоны но тем не менее я повторюсь что есть такая фишка у каждого автосалона есть свой интерьер не маркер рядом с домом а прямо интерьер который вы входите и взаимодействуете эти же автосалоны можно будет естественно и покупать есть есть офисное помещение куда вы заходите узнаете цену ну и уж там дальше смотрите сами будете вы приобретать данный бизнес или нет если у вас деньги или нет но это открытые бизнесы открытые для игроков ну и в общем то вот наверное с автосалонами и с автотранспортом мы и закончили ну а если уж вам удалось заработать денег купить хороший автомобиль прокачать его поучаствовать в гонках нужно естественно и соответствовать своему автомобилю внешне и для этого здесь есть свой уникальный опять же таки уникальный принадлежащий только этому проекту магазин одежды как он выглядит и где находится вы сейчас видите опять же таки интерьер сделал именно под этот проект по крайней мере я опять же таки не видел ни на одном проекте вот это вот здание здание которого с таким вот интерьером сделано прикольно сделано красиво пока еще нету функционала еще не повешен нету даже маркера на карте но магазин уже стоит и вот здесь будет продаваться тоже уникальная и какая-то выражающая именно вашу индивидуальность одежда над этим тоже разработчики работают не в одном из других магазинов и это одежда не купите только вот здесь будет продаваться дорогая такая так сказать элитная одежда которая будет соответствовать вам и вашему автомобилю то есть вашему статусу но до этого нужно будет еще естественно дорасти а продвигаясь в этом своем карьерном росте автогонщика или может быть просто фармера потому что никто вас здесь ограничивать не будет до тематика автомобильная но вы можете и в войны заниматься тем что вы хотите делать хотите фармить хотите работать дальнобойщиком хотите участвовать в гонках занимайтесь тем чем вы хотите но если вы начнете продвигаться по какой-то своей карьерной лестнице то рано или поздно вы столкнетесь с тем что нужно приобретать дом дома на проекте тоже есть этим никого не удивишь но вот сейчас разработчики стоят перед выбором а какие же дома добавлять какие интерьеры добавлять собственные стандартные пустые с мебелью пока на данный момент есть возможность покупать мебелированные дома то есть уже мебель расставлена но с возможностью ремонта вы можете поменять обои полы и занавески ну вот такой вот но есть и возможность поставить пустые интерьеры которые сами игроки будут покупать мебель и расставлять пока разработчики стоят перед выбором чего же хотят игроки поэтому если вы зайдете в группу вконтакте или в дискорде и поучаствуйте выразите свое мнение разработчикам гораздо проще будет выбрать что же добавить на этот проект отдельные пустые интерьеры где вы будете сами ставить или уже готовые меблированные интерьеры которых можно будет делать косметический ремонт заходите подписывайтесь и участвуйте в голосовании таким образом каждый из вас может внести свою лепту и дать возможность разработчикам принять верное решение какие интерьеры вводить какие машины вводить нужны ли отечественные автотранспорт или оставлять европейско-американский сегмент нужны ли пустые интерьеры или пускай это будет меблированные интерьеры все это вы можете высказать разработчикам и после этого они примут решение что же лучше вводить и исходя из того сколько игроков что пожелает ну и вот на это вот оптимистической ноте наверное будем заканчивать данное видео я показал то что хотел показать а именно направление сервера то какую какой путь выбрали разработчики а именно вот акцент на автомобильном спортивном направлении прокачивание автомобилей покупка и усовершенствование своего автомобиля участие в гонках гонок запланировано огромное количество над этим всем тоже работают разработчики ну а второстепенные задачи такие как заработать эти деньги как это заработать где вы будете жить чем будете заниматься это уже второй момент и которым вы можете сами поучаствовать если зайдете подпишитесь на группу вконтакте дискорд этого проекта все ссылочки будут под видео в описании поучаствуйте ну и далее то что вы захотите то наверное разработчики и сделают на данный момент уже можно сказать что проект играбельный есть рабочие занятия может быть еще не доведенные до конца не настроенная экономика зато уже есть то с чем вы столкнетесь это например арендные места их огромное количество арендовать можно как машины так мотоциклы и даже летную технику уже введено огромное количество бизнесов всевозможных разных крупных мелких для серьезного бизнеса для какого-то дополнительного и пассивного дохода все это продается уже есть уже в игре осталось только это все поднастроить а нравится ли вам выбранное разработчиками направления пишите в комментариях ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а а